Привет всем! Блокада ренин-ангиотензина-альдостероновой системы инъибиторами ангиотензин-прощающего фермента АПФ и блокаторами рецепторов ангиотензина-2 БРА широко используется в лечении артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, хронической болезни почек и ишемической болезни сердца с дисфункцией левого желудочка. Эти препараты, например, в значительной мере решили проблему так называемой диастолической гипертензии, проблему высокого диастолического артериального давления. Считается доказанным, что препараты первой фармакотерапевтической группы более эффективны, чем препараты второй. По этой причине инъибитор АПФ рекомендуется в качестве терапии первой линии, тогда как БРА рекомендуется, когда пациенты не переносят инъибиторы АПФ. Смею заметить, что эти различия эффективности инъибиторов АПФ и БРА есть седьмая вода на киселе и не имеют убедительных доказательств. Те же замечания можно сделать и в отношении выводов о нецелесообразности комбинации препаратов этих фармакотерапевтических групп связи с отсутствием преимуществ перед монотерапией любым из них, а также связи с повышенным риском развития побочных эффектов в отношении нарушения функции почек. Комбинация эта считается хорошей только при хронической сердечной недостаточности, но если к ней сегодня относят и бессимптомные формы, то дайте мне хотя бы одного больного с заболеванием сердца без сердечной недостаточности. Вы его не найдете. Поэтому, когда препараты других фармакотерапевтических групп не работают, а инъибиторы АПФ и БРА в монотерапии малоэффективны, почему бы не попробовать их комбинацию? Наблюдая за изменениями самочувствия больного, в том числе изменениями функции почек, всегда можно принять решение о целесообразности продолжения такого лечения. Кто вооружен, тот защищен. Берегите себя. Будьте здоровы.